Утро на радио «Спутник в Крыму» с Андреем Матюхиным. Первыми обсуждаем то, о чем весь день будет говорить полуостров. Продолжаем информационный эфир, друзья. 9.04 на Стуринных у микрофона обозреватель Андрей Матюхин. О важном, актуальном и интересном говорим. Давайте поговорим сейчас о психологии. После отмены самоизоляции многие перестали носить маски и соблюдать дистанцию. Об этом заявили в Минздраве. Молодежь же собирается группами, а затем возвращается домой к бабушкам и дедушкам, которые в группе риска. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. Интервью с ним опубликовано на сайте ведомства. И стоит отметить, по словам Авдеева, что снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно. Вполне возможно, что увеличение числа контактов может привести к повышению числа новых случаев. И мы будем наблюдать новые вспышки коронавирусной инфекции. Так считает Авдеев. А вот как считают психологи, насколько мы привыкли или не привыкли к ношению масок, если уж так быстро мы их снимаем в надежде на то, что все уже прошло, все завершилось, то не является ли предыдущие несколько месяцев как раз той ситуацией, когда мы не до конца еще привыкли к этим маскам, к маскам и перчаткам. То есть, может быть, это недостаточное время для привыкания. В нашей студии кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, факультета психологии Таврической академии КФУ Невернадского, Вера Густадымова. Вера Сергеевна, здравствуйте. Доброе утро. Видите, вот как по Москве, да, говорит и Авдеев об этом. То есть, психологически, как люди себя ощущают? Все, они услышали сообщение, да, с 9 июня в Москве снимается режим там жестких ограничений и так далее, и можно снимать маски. Да, люди долго этого ждали, поэтому надежды, наконец-то, должны быть оправданы с точки зрения людей, да. Это нормальная, естественная реакция на снятие запретов и снятие ограничений. Несвободу каждый воспринимает по-разному, да. То есть, кто-то пытается протестовать, бунтовать. Мы наблюдали разные реакции среди людей в это непростое время. То есть, кто-то проявлял такое игнорирование, да, запретов или ограничений, или даже вот такие некоторые протестные реакции. То есть, это такая инфантильная несколько позиция, когда я не буду соблюдать никакие требования и запреты, я отрицаю вообще наличие, да, каких-либо тяжелых ситуаций, эпидемий, да, и так далее. А есть же люди, которые действительно очень осознанно и... Такие ковид-диссиденты, как их называют. Да, да, да. Есть же люди, которые осознанно действительно подходили к этим ограничениям, соблюдали все запреты, носили маски и перчатки, но таких было меньшинство, я бы сказала, если судя, да, вот наблюдая действительно вот реакции людей. Ну, и тем, и другим сейчас придется выходить из этих запретов, из этих ограничений, и каждый, опять же, будет адаптироваться уже к новым условиям, опять же, по-разному. Кто-то продолжает следить за информацией, за статистикой и так далее, и опять же пытаться как-то обезопасить себя от контактов и соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки, а кто-то же уже настолько устал, что уже даже если бы и хотелось бы, да, как-то себя обезопасить, но уже просто сил нет. И действительно, это такая вот реакция на непривычные условия и реакция адаптации, да, у человека, она может быть очень, имеет различные варианты. Вера Сергеевна, а как психологически на людей повлияло ношение масок? Вот все-таки есть разный возраст, да, молодежь сразу снимает эти маски, люди более старшего поколения носят, причем до сих пор я вижу в разных городах Крыма, а люди носят даже на улице, даже на пляже, ну то есть там, где уже четко, и Роспотребнадзор сказал, и МЧС, не нужно надевать маски в парках, на свежем воздухе, на пляжах, да, это не защитит вас, ну то есть нет такого количества концентрации вот этих вредных веществ, что есть необходимость надевать маски на свежем воздухе, но люди и все равно это делают, да, то есть как повлияло это на людей? Действительно повлияло, потому что у нас есть средства массовой информации и статистика, да, данные статистики, которые действительно угрожающе выглядят, если следить за ней каждый день, многие и следили действительно за этими данными, то это действительно укоренило вот в сознании людей некоторую установку, что мир, он опасный, он таит в себе, да, опасный, враждебный и может нести в себе угрозу для меня, то есть вот именно вот следуя этой установке, она даже если человек может говорить, нет, я не боюсь, да, то есть все равно где-то на подсознательном уровне вот страх заболеть, страх вот за свое здоровье, за жизнь близких людей, он может вот укорениться, это действительно вот такой был период, да, когда эта установка, она могла достаточно у некоторых людей устойчиво сформироваться, то есть и это действительно может спровоцировать очень негативные психологические реакции у людей, даже те люди, которые никогда не испытывали паники, панических атак, они теперь вот в это время, уже выйдя, да, в новые условия, они все равно могут столкнуться вот с такими реакциями, то есть на выходе из кризиса, да, таких реакций может быть гораздо больше негативного характера, это повышение уровня тревожности, панические атаки, некоторые даже вот такие стремления к изоляции, уединению. О страхах, фобиях, тревогах мы поговорим чуть ниже, для того, чтобы завершить вот эту подтему, тему, которую мы обсуждаем с масочным режимом, я хочу отметить, что в соответствии с указом главы республики Сергея Аксенова на территории региона продлен масочный режим, в субботу об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма, и в частности вот что говорится в сообщении, граждане обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при нахождении в транспорте общественного пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, оказании услуг, а также при нахождении в общественных местах. Ну, кстати, общественные места, если мы говорим о парках, то, например, тоже вроде бы общественное место, но люди в парках без масок ходят, да, равно как и на пляжах, хотя это тоже общественное место, это потому, что ранее были рекомендации от Роспотребнадзора и от МЧС не носить там эти маски, да, но, видите как, кто-то воспринимает настолько буквально и настолько привык, а как думаете, все-таки люди потом психологически смогут условно снять, сорвать с себя маски, да, или снять с себя маски? Со временем, конечно, да, но пока будет источник угрозы, пока еще вот такое состояние неопределенности, то есть мы не знаем, что будет дальше, что будет дальше с ситуацией эпидемии, что будет дальше вообще в целом в стране, да, в мире, какая будет ситуация, то есть пока будет соблюдаться такая вот состояние неопределенности и нестабильности, люди будут бояться, и будут такие люди, которые будут соблюдать все ограничения, все запреты, даже сверх необходимости. Теперь давайте поговорим о том, о страхах и фобиях, да, какие наиболее распространены, по вашему мнению, у людей в период выхода из режима самоизоляции, потому что люди боялись потерять работу, например, они ее не потеряли, но теперь нужно выходить, да, нужно выходить и работать. Либо кто-то, наоборот, потерял работу и нужно ее искать, обостряются какие-то страхи и фобии. Люди боялись, что они в четырех стенах будут сидеть, они сидели, просидели, пережили этот момент, теперь нужно выходить, а как-то не особо получается, то есть что обостряется? Не получается, потому что люди хотят выйти сразу, да, резко и завершить все дела, которые не удалось завершить до эпидемии, да, и вот охватить, скажем так, успеть во всех сферах и сразу. То есть мне нужно и наладить на работе, да, дела, мне нужно и в личной сфере что-то сделать, то, что не получилось, и какие-то личные дела и так далее. То есть вот это делать категорически не рекомендуется, потому что это был для человека не отпуск, да, то есть мы не отдыхали весь этот период, хотя некоторые воспринимают это почему-то именно так, да. В этот период все силы были задействованы на то, чтобы адаптироваться к новым условиям. То есть вот организм сейчас находится вот на грани истощения, то есть ему нужно время, чтобы восстановиться и восполнить запас вот растраченной энергии, да, то есть нужно дать себе время. То есть вот шаг за шагом потихонечку все задачи решать, но постепенно. Тогда возникает следующий вопрос. У многих людей появляются напрасные ожидания. Ну, во-первых, что такое напрасные ожидания или ложные ожидания? Когда человек надеялся, что, буквально там цитата, жизнь круто поменяется, вот там через месяц-полтора-два вообще все в мире изменится, жизнь круто изменится в период самоизоляции, сразу после начнется там что-то другое. А этого не произошло. Или произошло, но не совсем так, как человек ожидал. И что с этим делать? Вот я даже по социальным сетям могу отслеживать, вы, может быть, тоже это видите, да, там прямые эфиры в социальных сетях. Их было очень много еще там месяц назад, когда мы все сидели в режиме самоизоляции. Как только он закончился, люди выдохнули, и все, и перестали выходить в прямой эфир. Ну, нет такой необходимости. Хотя еще нельзя там проводить массовые мероприятия, нельзя. Но уже начинается такая вот жизнь, более налаженная, более социальная, да, в оффлайне. А у человека были определенные ожидания, которые не оправдались. Что с этим делать? Да, действительно, ожидания были у всех, и они были разного характера. Не только, что, например, будут какие-то кардинальные изменения, но и то, что все останется по-прежнему. То есть, если я, например, вернусь на свою работу, то там останется все, как было, да. То есть, у меня останется мое привычное рабочее место, люди вокруг будут так же, да, относиться ко мне. То есть, социальные условия будут те же, обстановка будет та же, и магазины будут работать те, в которые я привык ходить, да. То есть, ну вот, то есть, мир останется привычным, удобным, спокойным для меня, комфортным, тот, которому я привык. К сожалению, так не произошло. То есть, за эти два месяца, естественно, нужно понимать, что все вокруг меняется, да, и люди изменились, и социальные условия меняются, да. То есть, это с такими ожиданиями нужно вот работать, да. То есть, нужно понимать, что уже в любом случае будет лучше или в чем-то будет хуже, но нужно как-то себя настраивать на то, что мир в любом случае, он будет другой. Он будет не тот, которого я ожидал увидеть, или тот, к которому я привык. Ну, смотрите, мы за это время не привыкли все-таки к онлайн-жизни, да. То есть, она у нас, ну, давайте по правде скажем, она у нас была и до. Но неужели мы не использовали скайп, всевозможные средства коммуникации, мессенджеры использовали, но только не в таком объеме? Сейчас, за время режима самоизоляции, пандемии, мы стали это использовать больше, и не только для развлечения и общения с друзьями, но и в профессиональной сфере. После того, как самоизоляция, режим жестких ограничений снимается, люди возвращаются к обычной нормальной коммуникации, используя социальные сети, опять же-таки, снова больше для общения там с друзьями, со знакомыми, чем для работы. То есть, получается, вот эти полтора-два месяца не сильно на нас повлияли, а момент привыкания, ну, говорят там, да, 21 день или 40 дней, и человек привыкает. Значит, мы не привыкли к этому? Здесь более сложный процесс, потому что включается, полностью меняется когнитивная система, да, то есть, с помощью чего мы воспринимаем те или иные стимулы. То есть, когнитивная перестройка, она требует гораздо большего времени, нежели, вот, там, например, выработка какой-то привычки делать зарядку по утрам, да, то есть, это более простой, скажем так, навык, нежели, вот, абсолютно перестроить свою когнитивную систему на совершенно иное восприятие информации. То есть, будучи, когда мы ходили, да, на работу каждый день вживую, да, общались и с сотрудниками, решали какие-то задачи профессиональные в режиме, да, контакта, живого общения, то здесь включаются совершенно иные стимулы. Когда же мы в режиме онлайн, перед нами экран, перед нами телефон, да, то есть, мы получаем только эти стимулы, которые мы привыкаем, но это требует гораздо большего времени. То есть, вот это вот и плохо, то, что мы переключаемся, да, то вот с одной системой теперь нам нужно переключаться и работать уже совершенно иначе, а организм уже начал адаптироваться. То есть, да, не выработался еще вот эта привычка, да, как вы говорите, но, тем не менее, организм уже начал перестраиваться на совершенно иное восприятие стимулов. Нет стимулов внешнего порядка, но есть стимулы, которые поступают от мессенджеров, да, через экран и так далее. Вот смотрите, не все считают, не все с вами согласятся наверняка, не все считают, что это плохо, потому что современный человек должен быть мультимедийным, мультимобильным и мультиконтактным, наверное, вот так можно сказать. Да, но если человек знает, то среда все равно должна быть привычной. То есть, если мы работаем в режиме онлайн, хорошо, да, то есть мы к этому привыкаем и каким-то образом адаптируемся. Если мы работаем в среде, да, живого общения, то это совершенно другое. То есть должна быть все равно какая-то стабильность и понятность, да, того, что я делаю, с помощью чего я могу решать эти задачи и так далее. То есть это... Хорошо. Давайте теперь, Вера Сергеевна, поговорим о фактическом начале такого туристического сезона уже с определенными, со снятием определенных ограничений с возможностью приезда, ну, через какое-то время, да, с июля месяца представители из других субъектов Российской Федерации, а сейчас это могут делать крымчане, да, соблюдая, конечно, все нормы, требования, правила Роспотребнадзора и так далее и тому подобное. Но уже фактически начинается туристический сезон. К сожалению, он начинается не всегда и не везде позитивно. Почему? Потому что во многом наша психология, наш менталитет не позволяет нам быть, ну, не всем, конечно, открытыми, доброжелательными и внимательными по отношению к гостям, даже если это гости из нашего собственного города или из соседнего. Приходилось сталкиваться в ряде регионов Крыма с не очень, мягко говоря, доброжелательными продавцами в магазинах, кассирами на кассах, ательерами в отелях и так далее и тому подобное. Безусловно, еще раз повторюсь, не всегда и не везде, но довольно часто есть нарекания от наших гостей на некачественный сервис. Даже вот таксисты рычат в некоторых курортных городах, там, в Алуште, например, да, в Ялте, в Феодосии, в Керчи сталкивался с тем, что довольно пренебрежительно общаются на вопрос, почему, отвечают, так сезона нет. Ну, я говорю, так не я же виноват, что сезона нет, да. Общайтесь доброжелательно с теми, кто есть, да, даже если это местные жители. Почему так происходит? Можно ли с этим справиться? Есть какие-то рецепты? Или как хотя бы реагировать на это? Реагировать нужно спокойно в любом случае, да. То есть, если человек выбирает такую позицию, то, значит, что-то за этим стоит. То ли вот действительно нет того, чего ожидалось, да, от курортного сезона. То есть, ожидания были одни у людей, и думали, что будут соответствующие, да, получения материальных ресурсов и так далее, но этого не случилось. И теперь, естественно, такая еще большая негативная реакция, я бы сказала, да, у людей, которые предоставляют услуги, нежели это было до этого. То есть, это еще усугубляет, скажем так, те проблемы, которые и были уже в нашем, скажем так, сервисе, да, крымском. То есть, относиться нужно спокойно и с пониманием, то, что люди действительно не получили то, чего ожидали, и это и обостряет, и объясняет эти негативные реакции и агрессию, и раздражение. Я вспоминаю анекдот про слона, когда один друг другому говорит, да, ну, с таким настроением, братан, ты слона не продашь, да, когда он говорит, что в двухкомнатной квартире слон — это прекрасно, кто хочет, найдет этот анекдот. Но я к тому, что на самом деле, вот от настроения тех людей, которые встречают гостей, во многом зависит, с каким настроением эти гости уедут. Даже если это гости, это жители самого полуострова или соседних регионов, или жители там Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани, Твери, там, не знаю, Нижнего Новгорода и так далее. Что можно с этим делать? Насколько мы морально, психологически тогда готовы к туристическому сезону? Не готовы. Психологически точно не готовы, потому что все эти условия, они не могли не повлиять на психику и психологию людей. То есть есть усталость от запретов, есть непонимание того, что будет дальше и что делать дальше, и как быть, адаптироваться к этим новым условиям. А они в любом случае новые, хотя мы хотим вернуть все, как было, но, к сожалению, этого уже не случится. Поэтому вот пока мы не адаптируемся к этим новым условиям, мы не поймем, как можно действовать дальше для того, чтобы улучшить сервис и улучшить деятельность в каких-то других сферах. То есть, ну вот, наверное, другой реакции и не будет. То есть пока вот это такой адаптационный период, который просто нужно пережить. Да, но это уже, что называется, происходит на ногах и на колесах, потому что уже люди едут, люди надеются, люди здесь хотят забронировать. И надежда на то, что все-таки их будет встречать с распростертыми объятиями и с фразой «клиент всегда прав» очень бы хотелось, но не всегда это получается. Хорошо, вот еще одна новость, которую хотелось бы с вами обсудить. Новость от Роспотребнадзора. Возобновляющие работу места размещения по всей стране обязаны отчитываться представителям Роспотребнадзора о семейном статусе постояльцев. Согласно рекомендациям ведомства, гостей необходимо размещать в разных номерах, если они не являются родственниками. Согласно новым правилам, если администрация отеля заселила в один номер людей, не связанных штампом в паспорте или кровным родством, то объекту придется давать объяснение в случае проверки. Уже были определенные разъяснения, более конкретные со стороны Роспотребнадзора, что на самом деле не все так жестко. Если люди приехали вместе, если есть сопровождающие, то в принципе их могут поселить в одном номере. Но вот это интересная рекомендация, особенно для Южного региона, куда не всегда приезжают только семейные пары. Как в таком случае, по вашему мнению, психологически быть готовым к такого рода ситуациям или к возможным ситуациям? Психологически нужно готовиться ко всему, потому что я думаю, что это еще не последнее ограничение, нововведение, с которым придется столкнуться туристам и приезжающим, да и нам, жителям Крыма. Поэтому нужно быть готовым, что будут новые нововведения, не такого порядка. Поэтому здесь каких-то конкретных рекомендаций, наверное, быть не может. Вообще, вот люди, которые так же устали, как и мы, от режима самоизоляции, которые готовятся уже с сегодняшнего дня, например, начинают бронировать номера, а с июля месяца будем надеяться, что поедут к нам в Крым. Как думаете, вот они с каким зарядом приедут, потому что у нас достаточно жесткие были меры ограничительные и самоизоляции, но совершенно не чета тому, что было, например, в Москве, где еще более жесткие были. Можно ли сказать, что люди, как в том сериале, во все тяжкие пустятся, приезжая в Крым, и нам тоже нужно быть к этому психологически готовым? Безусловно, да. Такие жесткие ограничения, они у некоторых, не у всех категорий людей, но у некоторых действительно могут вызвать, опять же, вот в зависимости от отношения, как я отношусь к этой несвободе и к ограничениям, потому что некоторые достаточно спокойно и даже с комфортом переносили эти условия. Спрятавшись в домике, в привычной спокойной обстановке, я переношу эту ситуацию спокойно и хорошо. Некоторые же действительно очень тяжело переносили эту ситуацию, и вырвавшись, скажем так, на свободу, сняв эти ограничения и маски, действительно могут быть последствия. То есть я хочу все и сразу, я хочу за весь этот период, скажем так, отыграться на природе, на свободе, и действительно мы можем наблюдать самые разные реакции и должны быть к этому готовы. А потом мы с вами в сентябре месяце или в октябре будем говорить, как тяжело людям будет выходить из этого режима, потому что на две недели приехал, прожил за эти две недели 10 жизней, да, а потом нужно как-то возвращаться в рабочий ритм, и это тоже будет предмет обсуждения, но уже после высокого туристического сезона. Спасибо большое, Вера Сергеевна, что пришли к нам в студию. Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии, факультета психологии, Таврическая академия КФМ Невернацкого, Вера Густа-Дымова, была гостья нашей студии. Вам всего доброго. Всего доброго. Утро на радио «Спутник» в Крыму. Мы готовим вас к новому дню.